Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы продолжаем съемку в саду Петра Попова, который проектирует Виктория Сангина и осуществляет до сих пор посадку растений. И поскольку мы получили от вас довольно-таки много различных вопросов про особенности подзимней посадки растений, я хочу остановиться на этом чуть-чуть подробнее, пока Виктория работает. Мы немножечко поговорим о тех нюансах, которые сопровождают посадку непосредственно деревьев. В этом году, вот совершенно недавно, буквально, по-моему, сегодня приехало еще одно дерево из садового центра Европлант. Это замечательная рябинка. Рябина смешанная. Не смешанная, смешанная. И вот она такая многоствольная, кустовая. И сейчас ее вот буквально только что посадили. Я думаю, что у нас будут возможности положить кадры. У нас оператор немножко снял нюансы посадки таких растений. И первое, на чем хочу остановиться, это отличие вообще посадочного материала. Как я уже говорил, бывает посадочный материал с закрытой корневой системой и открытый. И вот подзимняя посадка растений, это в первую очередь, конечно, растения с закрытой корневой системой. Контейнерные или то, что называется в коме. В коме земли, который закрыт сеткой. Это металлическая сетка и мешковина. То есть, главная особенность посадки, что растения сажаются чуть выше, чем сажаются, может быть, весной или летом. Поскольку грунт немножечко зимний, он промерзший и гуляет. Поэтому высота кома где-то на 10-15 сантиметров выше, чем уровень грунта. Ставится ком, разворачивается мешковина, удаляется сетка. Удаляется, как правило, на треть, на две трети, на половину. Насколько это, в принципе, возможно. Для растения, которые находятся в коме земли, очень важно, чтобы этот ком не рассыпался и не развалился. Поэтому удалить полностью, как правило, мешковину и сетку достаточно сложно, чтобы не разрушить ком. Потому что мы не знаем, что там внутри. Насколько давно была сделана перешколка. Насколько хорошо сформировалась корневая система этого растения. Поэтому удаляется сетка. Ну, как можно больше, как минимум, наверное, треть этой сетки надо очистить, освободить. Очень важное место – это корневая шейка. Как правило, питомники очень часто ее заглубляют. Поскольку, когда формируется этот ком, часть земли поднимается неизбежно наверх и закрывает растения. Вот эта конкретно рябинка была закопана гораздо глубже, чем вот сейчас. То есть, находится место, от которого начинаются расти основные корни. И вот от этого места срезается вся мешковина, убирается сетка, готовится грунт. Обязательно все проливается. Несмотря на то, даже если растения сажаются не только в ноябре, но и в какие-то зимние месяцы, как я уже сказал, в принципе, не редкость, когда растения сажаются контейнерные и зимой. Но обязательно должно отсутствовать какие-то воздушные карманы в земле. Поэтому с помощью воды проще всего их убрать. То есть, промочить землю настолько, чтобы никаких пузырьков воздуха не проходило. Это можно сделать лопатой, можно сделать какой-то палкой, проверить, что нет никаких воздушных карманов. Если дело происходит у нас в Ленобласти, в Петербурге, у нас тут все в порядке с дождями. Как правило, грунт сам по себе довольно-таки влажный. Мы практически сейчас производим съемку, когда идет дождь. И особенно в поливе такие растения и не нуждаются. Но если мы говорим про какие-то другие месяцы, когда уже почва промерзшая, то, в принципе, надо не бояться. И чем больше воды, тем, в принципе, растение лучше. Оно уже спит, оно уже прекратило вегетацию. Оно не наращивает ни почки, ни листья. Вряд ли уже вот это растение конкретно, может быть, еще там будет происходить какая-то деятельность в корневой системе. Но если посадить позже, то и корешки, естественно, зимой отрастать никакие не будут. Практически мы готовим растение к зиме. Многие спрашивают, надо ли сделать какое-то зимнее укрытие, для того, чтобы растение лучше призимовало свежепосаженное. На самом деле, ну, никакого тепла не приходит от него сверху. Поэтому, ну, в каком-то мульчировании или укрытии, или в геотекстиле дерево не нуждается. То есть, в принципе, это достаточно избыточная история. Можно, конечно, положить сверху мульчу. Опять же, таки, сильно не закрывая корневую шейку. Может быть, разложить ее где-то здесь, для собственного успокоения. Это будет и выглядеть лучше, чем просто вот насыпанная земля. Ну и, возможно, убережет от резких перепадов температуры. Потому что для любого растения страшен не столько мороз, сколько резкие перепады. Резкое охлаждение, резкое нагревание от солнца. Вот от этого может защитить мульчат. Присутствие там какого-то геотекстиля или укрытого материала, ну, на самом деле, современные дендрологи и садовники считают излишним. Так что, все, что важно, не заглубить корневую шейку, удалить мешковину и сетку максимально сверху, чтобы растение могло наращивать корневую систему горизонтально. Выкапывать глубокую яму при этом тоже не нужно. То есть, на размер кома этого вполне достаточно. Чем шире вы сможете сделать эту яму, тем лучше. Некоторые рекомендуют выкапывать ее аж вплоть до 3 метров. Но я думаю, что это, на самом деле, избыточная история. Но если ширина ямы будет шире кома примерно на полметра, то это будет вполне достаточно. Так что, если вы приобрели растения в питомниках и садовых центрах сейчас в ноябре, то вы можете их смело сажать, соблюдая все вот эти вот нехитрые правила. На этом все. Я с вами прощаюсь. С вами был канал Европлант Лайф и я Андрей Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин